Дорогие друзья, добрый вечер! Сегодня у нас 19 ноября, сегодня среда, завтра четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник и муниципальные выборы. Второй тур выборов мэра, как вы все знаете, во второй тур прошли два кандидата, да? Один из них, ныне действующий мэр, господин Шуки Форрер, и второй, некий господин Узи Салант. Ну, свою позицию о том, почему я голосую лично за Шуки Форрера, я уже имел неосторожность или осторожность, или гражданский долг озвучить. Это, во-первых, скажу, кто я. Я Алексей Кудинов, редактор и владелец порталов мойриховат.инфо и риховат.тв. Значит, я уже озвучивал, почему я лично голосую за Шуки Форрера. Первое, я голосую за власть, которая, городскую власть, а это не политика, это хозяйственная деятельность, это я тоже говорил, которая помогает мне жить. Второе, не мешает жить. Третье, я как человек с гражданской активной жизненной позицией говорю так, я не спрашиваю, что город может мне дать, а я сам хочу дать что-то городу. И я это делаю через мойриховат, черезриховат.тв. Вот. Я выступал в свое время с предложением и к мэру города Шуки Форреру, и к одному из кандидатов на пост мэра, господину Лейбовичу, в прошлом депутату Кнесета, объединиться с Форрером. Этот город, мое предложение услышано не было. И, конечно, так сказать, судьба Лейбовича оказалась на этих выборах достаточно плачевной. Вышли два кандидата. Человек, которому я доверяю, господин Шуки Форрер, и второе, господин Салант. Как вы знаете, господин Салант в течение некоторого времени поздавлял больничную кассу Мео Хеду. Мео Хеду. Я, ну что я, я, и вот, кстати, к вашим услугам, вот, по городу у нас, я не знаю, кем это спонсируется, но вчера в центре города я сейчас туда пройду и репортаж оттуда также проведу. Молодые люди в почтовых ящиках, в этой листовке, с воззванием о том, не голосовать за господина Лейбовича Саланта по той причине, что он коррумпирован. В принципе, в это легко поверить, легко. Потому что быть во главе больничной кассы, и, ну, тут они о другом говорят, приводятся некоторые публикации из Маорива, из газеты «Диод Ахронот», о том, что, будучи во главе госпиталя, он тоже замешан в каких-то девичках вызываться. Те, кто это делают, не позиционируют себя как сторонники господина Форы. Они выступают это как люди, которые пострадали, родственники, кого пострадали от господина Саланта. Поэтому я тоже, так сказать, безучастно просто докладываю вам об этом. Но, что я, как сам член больничной кассы Меухедик, могу сказать, что за прошедшие несколько лет услуги в Меухедике, они не подешевели, они подорожали. И, так сказать, я, ну, не ожидая от того, что, когда он придет в властье, господин Саланта, если он придет, то и наши муниципальные налоги пойдут в нем смех. Они не будут такие. Другая моя позиция. Мне не совсем нравится тот лозунг, который господин Салант выбрал для... Кстати, не обращайте внимания, я немножечко, так сказать, спотевший, поскольку я совмещаю полезное с приятным, выбор и выборами, но жизнь никто не отменял, спортом надо заниматься, что я и делаю. Вам, кстати, советую в здоровом теле здоровый дух и наоборот. Вы это помните. Так, лозунг у него такой. Я спасу Рихова. А надо его спасать. У нас что тут, простите меня, после термоядерной войны, что ли, жизнь, а? У нас прекрасная жизнь, для меня она прекрасная. Я хочу, чтобы во главе города был человек, который мне и дальше не мешает эту жизнь делать самому прекрасной. Спасать мне не надо, мне не надо никаких, ни спасательных трубов, ни надувных матрасиков, ничего, ни плотика, все в порядке. Так. И просто сам лозунг немножко слух режет. Бей кого, спасай Россию. Помните такой лозунг, да? Бей кого, кого. Же. На букву спасай Россию. Не звучит. Не та страна, где этот лозунг озвучил. Вот, дорогие друзья, это то, что я вам сказал. Briefly in English, this is to report one of the latest reports from Rehovard's truth about the campaign for election of new mayor. Rehovard is awaiting new elections around next week, and one of the candidates is Shuki Forer, who is mayor right now, and another candidate is Zuzi Salant. And here we see one of the reports showing that he indeed was involved in the corruption occasions, several instances, when he was a top official, a top heard of a number of medical establishments throughout the Israel. And I am making my report from the place where Rehovard cemetery is situated, including military cemetery. Да, я говорю, что я нахожусь в том числе в месте таком, где врать-то, собственно говоря, нельзя, а врать-то никогда нельзя. Это плохо. Это место, где покоится прах наших защитников во военное кладбище. И близких людей обычное кладбище Rehovard. Спасибо за внимание. Пожалуйста, приходите на выборы и голосуйте. До свидания. Будьте счастливы. Продолжение следует...